Срочные новости из Криптомира. Генеральный директор Binance CZ согласился признать вину по государственным обвинениям и уйти из компании. Binance выплатит более 4 миллиардов долларов штрафа по урегулированию обвинений в отмывке денег. Встречайте Кейт Руни с генеральным директором Coinbase Брайаном Армстронгом. Кейт? Привет, Джон, спасибо. Итак, Брайан, спасибо, что пришел. Мы признательны за твое время. Так что хочу начать с вопроса о важности того, что сейчас сказал Джон. Binance и CZ признали вину. Как это повлияет на твою компанию Coinbase и всю индустрию? Да, говоря о Coinbase, прежде всего это является индикатором той долгосрочной стратегии, которой мы придерживаемся. Фокус на соответствии с законом и создание компании, вызывающей доверие. Должен сказать, что делая это последние 10 лет, временами нас это расстраивало. Появлялись конкуренты, которые не следовали этому подходу. И даже иногда предлагаю продукты, которые были на наш взгляд нелегальны. И в этой среде мы наконец-то увидели начало действия регуляторов, направленных на создание равных правил игры. Так что я думаю, это подчеркивает нашу стратегию и является хорошим для индустрии. Переворачиваем страницу, обеспечиваем соблюдение законов там, где они понятны в отношении IML и KYC. А также добиваемся ясности в тех зонах, где пока ясности нет. С точки зрения товаров, ценных бумаг, на горизонте уже новое законодательство, с которым, я думаю, нам поможет Конгресс. Брайан, Министерство юстиции на своей конференции только что сказали об ужасных применениях крипто, в том числе финансировании терроризма, транзакциях, обеспечивающих сексуальное насилие над детьми. Как индустрия может уйти от этой темной стороны крипто, этого гнусного применения, когда одновременно с этим индустрия добивается легитимности на Уолл-стрит в надежде на ETF? Что ж, централизованные сервисы в криптовалюте, такие как кастодиальные хранители, биржи, должны следовать тем же самым правилам, которым следуют традиционные финансовые сервисы, для предотвращения таких криминальных действий. И на мой взгляд, люди не понимают одного. Если посмотреть на самые точные данные независимых источников, то станет ясно, что менее 1% активности в крипто используется в незаконных целях, как те, о которых вы сказали. Кстати, наличный доллар США используется примерно в 4% незаконной активности. Так что определенно, крипта не уникальна в небольшом проценте используемых ее злоумышленников. И вот почему, например, мы в Coinbase используем очень серьезные программы мониторинга транзакций, а также много инвестируем в программы KYC и IML. Но централизованные компании должны следовать этим правилам. И я думаю, что в случившемся, Binance следовала этим правилам не так, как ей следовало. Но децентрализованные аспекты крипто, вероятно, следует регулировать по-другому, из-за их протоколов и собственных кошельков. И индустрия должна определиться с тем, как применять эти правила с ясным законодательством, и не только в США, но и в офшорах, где также находятся эти биржи. И затем нам нужно будет обеспечить инновационный потенциал в децентрализованных аспектах криптовалюты для сохранения баланса. А как регулирующий орган предотвращает повторение некоторых из этих ситуаций в будущем? Ведь все это похоже на банковское регулирование KYC, IML. Как вы думаете, действительно ли применимы некоторые из этих подходов традиционно финансовых учреждений, которые отрасль пытается избежать, либо иное регулирование? Да, на мой взгляд, некоторые области законов и так уже довольно понятны, говоря об ОФАК, KYC и IML. И не думаю, что индустрия будет от этого отказываться, даже наоборот. Компании, с которыми мы работаем, и которые расположены в США, наоборот, склоняются в эту сторону. Мы это делаем уже много-много лет. Но есть и такие области в законах, которые для крипто в настоящий момент не ясны. Например, какие активы являются товаром или ценными бумагами. И именно их мы видим проходящими через обсуждения в Конгрессе. Но в отсутствии этой ясности мы используем услуги суда, где создается прецедентное право, которое также вносит дополнительную ясность. Так что, конечно же, лучшим вариантом будет объединение регуляторов в создании понятного законодательства. У нас пока этого не случилось. Так что, к сожалению, мы вынуждены опираться на суды и решение Конгресса. Как вы правильно сказали, у Конгресса сейчас много приоритетов. Но, например, я знаю, что Патрик МакГенри заявили о том, что регулирование в крипто является также приоритетным. Ведь никто никогда не знает, когда в США что-то вдруг превратится законом. Но мы продолжаем этого добиваться. И я чувствую уверенность, что у США все получится. Брайан, Coinbase ведь не защищена. Ты можешь рассказать нам о вашей юридической войне с СЕК? Это как-то повлияло на твои взгляды на вашу собственную войну с американскими регуляторами? Что ж, здесь очень важно понимать, что сравнения данных вещей являются сравнением яблок и апельсинов. В нашем случае это гражданское дело, связанное с техническими проблемами о том, что является ценными бумагами, что акциями. Мы сами отправились в суд для создания регуляторной ясности для индустрии. Так что, независимо от результатов, мы, по крайней мере, начнем получать ясность от суда. Но очевидно, что дело Binance имеет уголовную подоплеку. С абсолютно другими обстоятельствами и фактами. Здесь замешаны огромные суммы, что очень сильно отличается от нашего случая. Но я думаю, что гораздо более важно для людей понимать, что 52 миллиона американцев, а глобально эта цифра около 400 миллионов. И эта технология никуда не денется. Все больше американцев, сейчас эта технология обладает в 5 раз больше американцев, чем, например, тех, у кого есть электромобиль. Таким образом, у нас есть реальная возможность обновить нашу финансовую систему этой технологией, сделать ее более быстрой и менее дорогой, более эффективной, честной и глобальной, что принесет огромное количество позитивных аспектов для всей глобальной экономики, для людей по всему миру. Так что, несмотря на то, что пока это ранние дни и отсутствие ясности злоумышленников, пытающихся воспользоваться преимуществами ситуации, индустрия остается очень сильной. Со временем она будет лишь улучшаться, и по мере появления решений, скажем, второго уровня, увеличивающих масштабирование, приложение ETF готовое к запуску. На следующий год я смотрю очень оптимистично. Так что, перевернув эту страницу и некоторые проблемы в регулировании, мы возвращаемся к творению. Субтитры создавал DimaTorzok